Новенькие автобусы очень кстати. Жители Саранска надеются, что с их помощью решится наболевшая проблема – увеличение интервала движения транспорта. Обновление автопарк ждал с 2016 года, и оно стало весьма существенным. На линии вышли сразу 35 новеньких автобусов. Их закупили на средства резервного фонда правительства Российской Федерации. Первые пассажиры уже успели оценить обновку. Нравится, все хорошо, спасибо, тепло. От остановки я замерзла, ждала, ждала. Говорит, 44-й садись. Мне девятку жду. Спасибо вам, что предоставили такой хороший транспорт, теплый, удобный. Особенно по девятке, который и так у нас здесь ничего нет. И у нас очень выражает. Мы расписание все наизусть знаем. Платим по карточке. Очень удобно представил все. Спасибо за комфорт. Дай Бог всем здоровья. Помимо яркого красного цвета у этих автобусов есть еще одно отличие. Они работают на метане. Это намного экологичнее и выгоднее аналогов. В салоне паза никаких отличий практически нет. Есть места для маломобильных групп населения. Поручни, 23 сидячих места и камеры видеонаблюдения. Цена проезда в новых автобусах такая же, как и в старых. А вот сам процесс обелечивания разнится. Вместо кондуктора на входе пассажиров ждет валидатор. С его помощью за пару мгновений можно оплатить проезд картой. Если же вы хотите получить билет за наличные, тут на помощь придет водитель. Это удобнее, удобнее, чтобы сюда карты не пробивать. Там раз на месте вроде. Отвлекаешься меньше. За рулем отвлекаешься меньше. Вот это плюс. Однако, если быть до конца честными, кондуктор в первый рабочий день по маршруту в автобусе все же был. Правда, она не продавала билеты, а помогала пассажирам разобраться в новой системе оплаты проезда. Подсказывала и направляла. Сегодня наша миссия, то есть приучить пассажиров, то есть безналичные, не касаясь водителя, они оплачивают, а наличные они оплачивают водителю. Автобусы новые появились. Решить ли эту проблему долгого ожидания общественного транспорта покажет время. Водителей и кондукторов в горы электротрансе по-прежнему не хватает. А вот за комфорт и тепло в салоне можно не переживать. В этом мы убедились лично. Ирина Суконкина, Катерина Геранюшкина. Народные новости. Субтитры создавал DimaTorzok